Я приветствую вас, дорогие братья и сестры, сердечно. Мы будем слушать Слово Божие. Я читаю два места Священного Писания. Первое место – Евангелие Иоанна, 18 глава, 37 стиха. Пилат сказал ему, Иисусу, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь, я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему, что есть истина. Второе место – первое послание Тимофею. Апостола Павла, 3 глава, 14 стиха. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Вы, наверное, обратили внимание, что тема моя сегодня будет, что здесь истина. Истина. Вот передо мной брат такие хорошие примеры говорил. Вообще слова русского языка объясняют, истина – это то, что действительно на самом деле праведно, справедливо. Это истина. Вот брат привел такие атрибуты, такие примеры, когда люди провозглашали великие идеи, но это казалось не истина. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, заявление Иисуса Христа Пилату, «Я на то родился». Интересно. «Я на то родился и пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Задача – намерение неба было возбудить на земле истину. Братья и сестры, в чем причина? И Пилат остановился, он никогда таких речей не слышал. Пилат, который считал, что только Римская империя, она стоит на фундаменте прочном, непоколебимом. И вдруг какой-то галилеянин, которого привели, чтобы предать распятие, заявляет об истине, этот горделивый римлянин говорит, «Что есть истина?» Там дальше нет ответа. Братья и сестры, наверное, Господь не ответил ему, «Наверное, это для Пилата было непонятно. Истина! Я пришел свидетельствовать об истине». Братья и сестры, нам очень важно сегодня установить, что же на самом есть настоящая, полная истина. Когда мы читаем Слово Божие, Ветхий Завет говорит, «Господь, Бог, есть истина!» Иеремия 10, 10. «Господь, Бог, есть истина!» Я хочу сказать, братья и сестры, на пути этого всегда восставали реформаторы. Немецкий философ Ницше – это была очень знаменитая личность, Екатерина Великая, она всеми путями хотела, чтобы он приехал в Петербург, она была увлечена его идеями, и его идеи заключались в том, что Бога уже больше нет. Бог умер, и формируется новое человечество, и Он видел Себя во главе этого. Не случайно в Нью-Йоркском метро кто-то написал его выдержку «Бог умер!» и подпись «Ницше!» Прошло время, Ницше умер, и кто-то внизу подписал «Ницше умер!» и подпись «Бог!» истина обосновалась. Я недавно прочитал в «Русской газете» об этом человеке, его подлинную биографию. 11 лет он провел в психиатрической больнице. Он прыгал, как козел, и даже стыдно говорить, он с сапога пил свою мочу. И в это время он писал свои гнусные произведения, что Бог умер, и его больше нет. Братья и сестры, ложь, она порой подавляет истину. Я сегодня обращаю внимание, когда Христос пришел на землю, Он сказал, «Слово Твое, Отца Небесного, есть истина». Братья и сестры, вы никогда не задумывались, почему идет такая борьба против Библии? На протяжении столетий люди не знают, куда сбыть эту книгу. Когда-то Вольтер, французский вольнодумец, тоже воевал против истины, встретил своего друга, и у него была в руках Библия. Он сказал ему, «Через 50 лет эта книга будет музейной редкостью, она исчезнет из наших домов из-за своей ненадобности». Прошло время, Вольтер умер, и в его доме обосновалась всемирная миссия по распространению священного писания. Миллионы Библий находились в этом доме. Снова постыжаются люди. Мои дорогие братья и сестры, брат говорил вот про советскую историю. Есть такая книга Родиона Березова, «Комиссар дьявола». Он назвал этим именем Ярославского, который возглавил борьбу против Библии, против имени Бога. Он часто стоял на трибуне Мавзолея во время праздников вместе со Сталином. Он взлетел на высоты своей карьеры. Но вот, пораженный онкологией, в страшных мучениях он умирает. Его посетил Сталин, и он, знаете, таким натреснутым голосом говорит, «Сожги все мои книги! Вот он, Христос, ждет меня!» Братья мои, сестры, истина! Истина! Вот когда мы читаем Евангелие Иоанна, первую главу, четырнадцатый стих, написано, «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». Это, братья и сестры, в нашем Господе Иисусе Христе слово стало плотью, оно пришло на эту землю. В чем причина? Зачем это нужно было? Друзья дорогие, в лице Адама истина была повержена. Истина отступила! И человечество! Мы сегодня свидетели. Они полностью отступили от истины. Они находятся во тьме неверия. Если кто читал в интернете интервью дочери Билли Грейма, Анны Грэм, Лоц, когда была годовщина теракта на торговый центр в Нью-Йорке, и она присутствовала на этом таком собрании, один журналист, подойдя к ней, взял интервью, сказал, «Если Бог есть, почему он допустил это?» И там ответ этой Анны Грэм. Она сказала, «Мы Бога убрали со всех наших мест. Мы проповедовали, мы читали детям Библию, кто-то сказал, Библия не место в школах, и мы согласились, мы сказали, хорошо. В школе была молитва, кто-то сказал, это несообразно с образованием, и мы сказали, хорошо». Она там перечислила, как Бога убирали с правительства, со школ, с колледжей. Бог не нужен. Истина попирается ложью. Братья мои, сестры, я хочу обратить внимание в место Священного Писания, также Иоанна 1, 17, закон дан через Моисея благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Вы знаете, я долго размышлял, почему-то так. Ведь Слово Твое есть истина, и оно было от начала. И вот я нашел интересное место. Истина возникнет из земли. Это псалмопевец так говорит. Возникнет из земли. Вот на земле истина в лице Адама и нас, человеков. Она потеряла свою силу. Из земли нужно было прийти Сыну Божьему на землю, принять плод человека, и истина возникнет из земли. Когда-то среди своих оппонентов Христос сказал, кто из вас обличит меня в неправде? Кто-то найдется из стоящих здесь? Никого не нашлось. Истина утверждается, и Христос мог сказать, я есть путь и истина и жизнь. Братья и сестры, почему делают такое ударение? Потому что Библия делает ударение. Мы сегодня живущие, мы даже с вами верующие, мы порой, знаете, ищем компромиссы с истиной. Мы немножко как-то расползаем с этих высот. Поэтому Слово Божие сегодня, как истина восстановится в человеке. Если Сын Божий пришел на эту землю, если истина возникнет из земли, как это происходит? Братья и сестры, посмотрите, Христос провозгласил, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Я снова возвращаюсь к проповеди брата моего, который толком что говорил, сколько великих идей, сегодня Китай и так далее, другие страны, они провозглашают какие-то великие проекты, друзья мои, и на поверку все это неправда. И Советский Союз он показал в этом. И поэтому Христос сказал, познайте истину. Это Бог истина. Это Слово Его есть истина. Это книга Библия, которую отвергают людьми. Она сделает вас свободными. Я думаю, истинные дети Божьи, те, которые когда-то с искренним покаянием, я повторяю, с искренним покаянием, нескористолюбием, пришли в церковь, которые пришли к Голгофе, они испытали эту свободу, свободу. Я как-то говорил вам такой пример, я там, где работал у себя, в Чемкенте, на мебельной фабрикой, я там очень много говорил с людьми, они интересуются, мы работаем, у нас огромный цех, работаем, делаем свое дело, люди, Николай, как там у вас? Вот я помню, они задают вопрос, у вас там выпивают? Я говорю, нет, мы даже пиво не пьем, ну я с такой радостью рассказываю, то, что есть у нас, а у вас что, никогда дома нет ничего спиртного? Я говорю, у меня в холодильнике стоит бутылка водки, они аж так остановились, говорят, а сколько она стоит? я говорю, кажется, два года, они чуть не упали, они говорят, мы пьем до утра приходовали, я говорю, потому что вы рабы греха, алкоголь влияет вами, он господствует над нами, а я свободен, они говорят, зачем тебе водка тогда? А у нас большая семья, когда дети болеют, моя жена растирает, компрессы делает водочные, и она на два года стоит, нам достаточно, братья и сестры, мы свободны, вы знаете, как легко было говорить этим людям, что мы свободны, познайте истину, истина сделает вас свободными, братья и сестры, как это Господь делает, Бог есть Дух, и поклоняющие Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Вот, братья и сестры, у нас сейчас идет поклонение, мы собираемся несколько раз на неделю поклоняться Богу, это поклонение в проповеди, в молитве, в стихотворении, в пении, в словословии, заметьте, когда, вот если б я сегодня что-то вам сказал, не согласно с Библией, меня б завтра вызвали, как говорят, на ковер в братский совет и сказали, ты что там наговорил, как только кто-то спел не то, что от духовного песнопения и как мы быстро реагируем, то есть наше поклонение должно быть духовным во всех этих направлениях, как только мы уходим в сторону, вот почему братья и сестры написано, что будет время, когда здравого учения принимать не будут и по своим прихотям будут избирать учителей, которые были в стиле слуху. Если мы возьмем сегодня все христианство, все конфессии, именно во многих местах происходит это, проповедник выходя сюда, он пытается рассмешить, развеселить людей, и люди очень довольны, вот это настоящее, мы весело, хорошо. Братья и сестры, это не поклонение Богу через постоянно освящение. Братья и сестры, вот апостол Иаков говорит, все мы много согрешаем, все мы много согрешаем, это Иаков о себе говорит, это Иаков брат господин, который назывался Иаков праведный, его даже иудеи, хотя он был пресвитер Ярусалимской церкви христиан, но иудеи видели настолько его праведную жизнь, и когда его убили, столкнули с крыла храма и добили, наконец, после началась тяжкая война, и люди говорят, это за Иакова праведного, Бог нас. Братья и сестры, вот все, и он говорит, все мы много согрешаем, поэтому на поверку, если мы очень искренны сами с собой, мы, конечно, здесь все святые, мы так перед друг другом, знаете, все нормально, все хорошо, но когда мы остаемся одни и заглянем в свою душу, как много у нас того, что не славит имя Господа, и Господь дает нам освящение, посмотрите, освяти их истинною, твоею слово, твое есть истина, вот когда проповедуется слово, возвещается правда Божия, братья и сестры, мы чувствуем, оно касается нас, и мы там, может быть, тихо, Господи, прости, мы приходим домой, Господи, прости, мы встаем ночью, это освящение, Бог соблюдает народ свой в свободе, который Он даровал нам. Кто противодействует истине, дьявол главный враг истины. Посмотрите, римлянам, Иоанна 8, 44, Иисус сказал, ваш отец дьявол, Он был человекоубийцей от начала, слушайте, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Друзья мои дорогие, сегодня брат мой обратился к молодежи, мы сегодня много молимся о молодежи, мы сегодня в семьях молимся о своих детях, внуках, они не особо подвержены различным, знаете, обманам, обольщениям. Почему это так? Компромисс с истиной, держаться Слово Божие, мы живем в богатой стране, как будто все идет, знаете, полным ходом, и мы со своей Библией выглядим как бы некрасиво, и мы начинаем искать компромисс, братья и сестры, это работа дьявола, дьявола, посмотрите, они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, римлянам 1.25, это состояние человеков, они заменили, они имели эту истину, но истина эта для них было неудобно, и они ее сдвинули на обочину и заменили ложью. Я хочу обратить внимание, это так на земле сегодня происходит, противление истины может проникать в церковь, вот что страшно, братья и сестры, помните, апостол Павел пишет в Галатийской церкви, о несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, непокорность истине, Павел прошел, проповедовал им Слово Божие, он мог смело сказать, я самого Господа принял, я вам передал, он передал им жертву Голгофы, крест Голгофы, но вот появились агенты дьявола и говорят, вы что, спасены? Ну, конечно! Павел говорит, как вы были блаженны, это время, когда вы получили свободу, вы настолько были счастливы в истине, вы готовы были и сторону своей очи отдать мне. Павел страдал зрением, он был, говорит, вы не призрели моего искушения во плоти, у вас сильно слезились, гноились глаза, и он постоянно проповедовал, и это было очень некрасиво, вот мы выходим сюда, мы приводим себя в порядок, а Павелу он не мог привести, это его болезнь была, и вы так были блаженны, вы готовы были отдать свои очи, братья и сестры, это состояние, когда человек пребывает в истине, ну вот появились люди, говорят, да нет, вы не спасетесь, этого мало, надо исполнять закон, и они повернули в стороны, Павел был в недоумении, кто прельстил вас, не покоряться, а слушаться, не поверить истине, состояние, друзья, и такое мы находим в Священном Писании, я вот, братья и сестры, хочу сегодня отметить, когда вся церковь делает поворот, что сегодня мы на земле видим, это одно положение, второе положение, когда мы индивидуально, каждый, живя в своем куточке, начинаем отступать от истины, вроде никто не знает, мы это делаем тайно, кто-то выпивает, кто-то наркотики употребляет, кто-то блудодействует, мы делаем тайно, братья и сестры, в Библии есть очень сильный пример, когда израильтяне подошли к обетованной земле, когда Господь сказал Моисею, взойди на гору Нева и посмотри, я хочу представить состояние Моисея, 40 лет он же вел Израиль, сколько было противодействия, вот он поднялся на гору Нева и обозрел до самого Средиземного моря обетованную землю, и Господь сказал, а теперь умри, туда ты не войдешь, вот Израиль подошел к Иордану, первый город Ерихон, это богатейший город, он находился в самом низком месте на земле, это низино мертвое море, это самое низкое место на земле, там Ерихон еще называется город пальм, цветов, но Господь сказал, когда вы завоюете Ерихон, ничего вам там не принадлежит, все предайте проклятию, заклятию, и вот они шли сорок лет по пустыне, они подошли к этому богатому городу, а Господь хотел проверить их покорность истине, как вы будете слушать меня или нет, и что характерно, им не нужно было строить валы, знаете, насыпь насыпать, чтобы преодолеть стены, там были мощные стены, не надо, выходите в священники, несите ковчег и трубите, и делайте каждый день семь дней, а на последний закричите все, братья и сестры, единственное, наверное, событие во всей мировой истории, когда стены этой могучей крепости, они опрокинулись сами с собой, израильчане ринулись, захватили этот город, он был очень богатый, и вот там один человек, вот братья и сестры, индивидуально, когда мы не покоряемся истине, он увидел богатую сенарскую одежду, для нас, американцев, это мало понятно, для нас одежда сегодня в изобилии, мы можем менять ее каждый день, кто-то меняет на собрании утром и вечером, три-четыре раза, тогда, чтобы купить хорошую одежду, надо большие деньги, ее ткали, ее вышивали золотом, братья и сестры, и вот он увидел сенарскую одежду, слиток золота и серебра, он, я так представлял, он посмотрел, ну как это бросить, и он так-так спрятал, прибежал в свой щетер и зарыл землю, спрятал, все хорошо, никто не заметил, никто не, то, что мы порой братья и сестры с вами делаем сегодня, пресвитер не знает, откуда он знает, это может быть, когда Господь припечет меня, когда он вразумит меня, я тогда побегу к пресвитеру и скажу, я грешу, и тогда я рассказываю такую коллекцию моих постыдных дел, братья и сестры, я это много раз испытал, порой слушаешь с человеком и думаешь, как ты дошел до такого состояния, ну как ты мог, что-то абсолютно против естественное, и он рассказывает, дьявол, у него огромный арсенал различных приманок, как мы рыбку на различную наживку, так делает дьявол, чтобы мы не покорялись истину, обратите внимание, а хан это все сделал, все хорошо, а там какой-то городок, гай небольшой, следом надо было взять, они, знаете, воодушевленной победой над Герихоном, ну что этот гай, шапками забросай, Иисусу Навину сказали, не труди всего народа, кажется, 12 тысяч он послал туда, и они потерпели страшное поражение от жителей Гая, они бежали, пораженные, и пришли и стали плакать, они окружились кинью собрания, Иисус нами разодрал одежду, это символ скорби, и тогда Господь сказал, что ты вопьешь ко мне, Израиль сделал грех, я не могу благословлять, братья и сестры, обратите внимание, не Израиль сделал грех, а сделал один человек Ахан, Ахан, а Господь говорит, Израиль сделал грех, я просто, это к сознанию каждого человека, когда мы где-то грешим тайно и успокаиваем себя, вот, братья и сестры, порой, этиисты нам говорили, но если Бог все видит, если ты по темечке тебе раз и все, нет, Господь так не поступает, написано, нескоро свершается суд над худыми делами человека, оттого не страшится сердце человеческое делать злое, Бог дал человеку добрую волю, он создал его по образу подобию, ты просто будешь в конце отвечать за свои поступки и мы порой в этой вольности чувствуя себя господами мы нарушаем, мы идем против истины, мы отвергаем, мы ее убираем в сторону, истина, она, как знаете, перед нами стоит всегда, нельзя, написано, Бог говорит, а мы обходим и делаем, друзья, дорогие, Израиль согрешил, от этого терпит народ Божий, я хотел бы на это сегодня обратить внимание, как нам устоять в истине, вы знаете, братья и сестры, вот Христос в Евангелии Иоанна 16 главе 13 стихе сказал, когда же придет он дух истины, то наставит вас на всякую истину, друзья, мои дорогие, в чем особенность наша, почему мы люди, которые стоим в истине, почему мы этом утверждаем по своей, что силе, нет, братья и сестры, Господь предусмотрел для нас великое благо, он послал Духа своего святого, и пророк предсказывал, вселюсь в них и буду их Богом, они будут моим народом, в этом наша сила, братья и сестры, когда Дух Господень поселяется через возрождение, это происходит при истинном покаянии, когда мы осознаем себя грешниками, то Бог поселяется в сердцах наших Духом Святым, Дух наставник, пилигрим, Дух твердости, и Он ведет нас. Братья и сестры, если мы испытываем близость нашего Господа, как Он учит, вот пришла нехорошая мысль, вот я иду, наши мысли как птицы, они постоянно летают и начинают думать, и вдруг кто-то откуда, ну что ты об этом думаешь, это ж пустое, я ловлю себя на этом, мысли начинают блуждать, может быть, они не плохие, ну куда-то, вот я поеду туда, да не поедешь ты туда, это просто мысли, и Дух Божий останавливает, Он всегда нас предупреждает, Он всегда нас говорит, но мы переступаем порой через это, вот это мы имеем от Господа, поэтому народ Божий, поэтому Христос сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, да, те, которые переступают, падут, как пять неразумных дев, которые, вот посмотрите, второе место, это 1 Иоанна, 2 глава, 4, 5 стих, кто говорит, я познал Бога, но заповедей его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины, братья и сестры, ну, настолько четко сказано, кто говорит, что я имею Бога, а заповеди, ну, написано, пьяницы, царствие Божие не наследует, ну, как это, ну, а я не могу, а мне нравится, я каждый день по стопочке, по две, по три, к примеру, я делаю грубые примеры, ну, как же я учусь в колледже, там все мои ребята, они принимают таблетки, а почему мне это не делать, кто не соблюдает моих заповедей, лжец, братья и сестры, как мы легко можем отойти от истины на ложные пути, мы теряем, в книге «Путешествие Пилигрима» или, кажется, «Духовная война», я и ту, и ту давно читал, там есть такое, вот в городе, да, это «Духовная война», там город, как показано, такой укрепленный город, это душа человека, и там в центре находится дом особого положения, там живет дух истины, он призван учить каждый день жителей этого города, и когда город был увлечен греховными путями, то этот дух истины перестал выходить на площадь, его двери всегда закрыты, люди подойдут, посмотрят, нет его, то они каждый день приходили, он выходил и учил, а потом дошло до того, он тихо встал и вышел из города, это показана душа человека, когда дух истины покидает душу человека, и человек остается со своей волей и сам собою, он просто не в состоянии бороться, он непременно падет, он пойдет на пути лжи, вот в этом беда человека, поэтому написано церковь Бога живого, столб и утверждение истины, на земле, когда Господь основал церковь и ушел на небо, эту задачу он сегодня оставил народу Божьему, братья и сестры, мы столб и утверждение истины, я хотел бы задать вопрос, всегда ли это так, всегда ли это так, я хочу сказать, братья и сестры, всегда будут силы, которые будут бороться против истины, как нам за истину бороться, мы должны отстаивать, посмотрите, извне, Исаия 59 глава 14-15 стих, И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и не стала истины, и удаляющая от зла подвергается оскорблению, братья и сестры, это внешняя сторона, когда люди давят на истину, мы сегодня с вами свидетели, выйдите сегодня на площадь и провозгласите, что мы против однополых браков, ваш полиция арестует, как это вы, это принято, это нормально, люди отошли от истины, и выступающие за истину будут в пренебрежении, это извне, изнутри, были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, это внутри, братья и сестры, ну, чтобы понятнее было, вот, молодое поколение этого не знает, а мы это испытали, вот, живя в советские времена, и когда нам приходилось свидетельствовать о Боге, и говорить о том, что он истинный, что он праведный, нам сразу говорили, а как вы ответьте на инквизицию, это производная церкви, это вышло с церкви, вы знаете, нам было очень трудно отвечать, мы действительно знакомы, что такое инквизиция, есть книга такая, след крови, она свидетельствует, что в то время инквизиции погибло 50 миллионов истинных детей Божьих за все века, 50 миллионов пало от инквизиции, это что-то страшное, и это нам в упреки, это ж в вашей, это ж в церкви было, это ж когда сжигали я ногу, состоял священник и крестом махал, братья и сестры, вот почему написано, и путь истины будет в поношении, поношении, когда кто-то из нас не покоряется истине и делает неправду, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, и от истины отвратят слух и обратятся к басням, но ты будь бдителен во всем, от истины отвратят слух и обращаться к басням. мне приходилось братья и сестры быть, ну, это за большой промежуток моей жизни, времена, когда появлялись проповедники, как сейчас помню, мы сидели, раскрыв глаза и уши, и брат, очень почетный, знаменитый, он рассказывал, вы знаете, братья и сестры, вся земля, вся вселенная произошла от большого взрыва, это научная теория, я не собираюсь вдаваться в нее, это потом уже я стал размышлять, там написано, как тогда не было ни полей, ни мельчайших пылинок вселенной, когда Бог начал создать из этих пылинок вселенную, так говорит Слово Божие, так говорит истина, нам предлагают теорию большого взрыва. Второй вопрос, его вынес верующий человек Чарльз Дарвин, он закончил библейский колледж, он взял Библию и поехал в кругосветное путешествие, и во время посещения Южной Америки, он там в джунглях наблюдал за птицами, в частности зябликами, он увидел их несколько видов, и ему кто-то вложил мысль, это эволюция, он не отвергал Бога, он говорит, Бог создал клетку живую, Бог дал жизнь, из этой жизни клетки развились все, и сегодня она доминирует в мире, люди верят этому, вот наших детей, наших молодежь учат этому, братья и сестры, и обратятся к басням, эти басни мы где-то поддерживаем, хранит нас Господь в борьбе за истину, невозможно быть равнодушным, посмотрите, Исаия 59, глава 4, стих, никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину, за истину, мы всегда вступаемся, братья и сестры, мы готовы стать в проломах, там, где все разорено, в проломах, посмотрите, апостол Павел нам, пример, а вкравшимся лжебратьям мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас, это такая картина была, братья и сестры, когда Павел начал проповедовать, он проповедовал несколько отлично от других апостолов, потому что все апостолы они проповедовали для иудеев, Павел проповедовал для язычников, и у него была проповедия, я от самого Господа получил, он получил откровение проповеди языческим, его не понимали иудеи, христиане, верующие, и они приходили, чтобы подсмотреть, он понимал, они ловят его, они ищут предлога к нему, и он говорит, мы ни на час не уступили, не покорились, ну, что это такое не покорились, ну, вот, я попал в такое общение, бывает, мы попали в такое общение, думаем, какое у них мировоззрение, поговорили, слышим, о, их мировоззрение не наше, они не так понимают, как я, и я-то сразу притушевываюсь, буду молчать, буду помалкивать, пусть, ну, чтобы не противостать общему мнению этого общения, хотя там нет истины, братья и сестры, Павел говорит, мы ни на час не покорились, вы помните, когда пришел Петр в Антиохию, Петр, глава апостолов, настолько апостолов, из которых проповедовали иудеям, было понятие, что надо язычников через иудейство призывать ко Христу, и не надо с ними общаться с язычниками, а тут приехал Антиохию и видит великое благословение, люди каются, язычники, принимают крещение, получают дарование, получили Духа Святого, он увидел, он радовался, он кушал с ними, он общался, на беду приходят братья с Иерусалима, его соратники, иудеи, Петр прикинул, что это будет значать, это значит его, выражаются так, вызовут на ковер, как ты мог есть с язычниками, и он начал устраняться, прятаться, ну я так это понимаю, мы же люди немножко умные, хитроватые, Петра зовут кушать, приготовили, знаете, такие вечери любви, сидят язычники, иудеи, и Петра, братья, у меня что-то сегодня аппетита нет, сегодня аппетита нет, завтра аппетит, я потом, я потом покушаю, и Павел это заметил, написан, даже Варнава был увлечен этим лицемерием, видя пример Петра, стали лицемерить другие христиане, не кушать вместе с христианами, язычниками, и тогда Павел говорит, я лично противостал, стать в проломе, братья, бороться за истину, Павел это сделал, я верю, это было вовремя и на месте, и Петр принял это, потому что во втором своем послании, это его послание, когда он сказал, скоро моя хижина приходит к разрушению, он получил откровение, что он скоро оставит свою хижину, он пишет заключительно послание, и пишет о Павле, как и возлюбленный наш Павел, как он пишет во всех своих посланиях, он отозвался о Павле, очень хорошо, братья и сестры, помоги нам в этом Бог, в борьбе за истину нас часто не понимают, Иисус Христос был распят, христиан верных гонят, апостол Павел церкви говорит, итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину, врагом, это он когда галатом, ну как бы сказать, братья и сестры, чтобы яснее было, но вы мне не судите, если б я сегодня подошел к сестре замужней и сказал, почему ты без покрывала пришла в церковь, скажите, какая будет реакция, мне бы сказали, а что ты лезешь не в свою семью, иди в свою семью, там работай, мне бы так сказали, и я, конечно, никогда это не сделаю, я в этом проломе не стану сегодня, потому что общее движение, я просто хочу этим, может быть, это не такой важный пример, но он показывает, когда мы дрефим сказать истину, мы боимся об этом говорить, потому что общее уклонение есть, воздаяние верным и отвергающим истину, апостол Иоанн пишет Гаею, для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине, братья и сестры, как понять этот стих, ну, вот я сегодня живу в Америке, я много трудился в Казахстане, вот скоро должен приехать брат Чисин, это мой друг большой, мы вместе с ним, и мы порой, когда остаемся одни, одни, наедине, мы говорим такие вещи, когда мы нигде не скажем, и я порой спрашиваю, ну, как там, мое служение понятно, мне хочется знать, и когда он говорит положительно, мне приятно, братья и сестры, что я оставил какой-то след, что я оставил какой-то след, поэтому, друзья, дорогие, когда Иоанн отозвался о Гаии, что дети твои ходят в истине, братья и сестры, а нас Христос может так сказать, как ходят наши дети в истине или нет, почему написано, когда избирают пресс-витера, чтобы дети ходили в истине, чтобы они были верующие, почему это условие необходимо, кто может пребывать в жилище твоем, тот, кто ходит непорочно, делает правду, говорит истину в сердце своем, братья и сестры, кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте твоем, тот, у кого сердце непорочное, кто говорит истину, это благословение, это воздаяние, братья и сестры, если Господь Иисус есть истина, Он говорит, вас должны те же быть чувствования, наказания отвергающим истину, посмотрите, Римлян 1, 18, Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою, подавляющие, они давят истину, братья и сестры, даже порой в среде народа Божьего. Не знаю, недавно я прочитал такое, насколько оно правильно, что Папа Римской заявил, что Библия уже устарела, надо что-то явить новое, более рациональное к современному культурному человеку, это глава католической церкви, может быть, это не так, я прочитал это, но есть ли это так, братья и сестры, вот Господь говорит, наказание придет, второе место говорит, да будут осуждены все неверовшие истине, но возлюбившие неправду, я этот стих сегодня обращаю к нам, вот мы сидим сегодня на собрании, братья и сестры, ну те, кто верующие, кто дети Божьи, кто соблюдают себя в истине, слава Богу, пусть Иоанна нас скажет, для меня это великая радость, что вы ходите в истине, я говорю к тем, кто вне истины, я говорю к тем, кто не примирился с Богом, я говорю к тем, кто может быть годами ходят на собрании, но сердце свое не отдает Господу, они еще торгуются, помню одну учительницу, когда я с ней говорил, это коммунистические времена, так хорошая беседа, я говорю, вам надо покаяться, она говорит, я все это понимаю, но я не могу, я же преподаватель, вот когда я выйду на пенсию, тогда я приду к вам, этот человек торгуется с истиной, он ее пока в сторону отправляет, я сегодня хочу сказать молодежи, если вы где-то запутались во грехах, запутались в своих пороках, и думаете, все так живут, и все пройдет, братья и сестры, да будут осуждены, отвергающие истины, да и будет, братья и сестры, пред лицом его пишется памятная книга, в заключении, я читаю место, даруй боящимся тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, я читал какую-то книгу светскую, там было сражение, и впереди шел знаменоносец, он нес знамя, и воины за ним устремлялись, они совершали подвиги, и неприятель понял, и они сразились знаменоносца, и знамя упало, и люди дрогнули, остановились, знамя упало, и тогда кто-то подбежал, взял знамя, и высоко поднял его, и народ воспрянул, и одержали победу, братья и сестры, порой знамя истины кто-то опускает, поэтому наши знамя, даруй боящимся тебе знамя, чтобы они подняли его ради истины, где бы мы ни были, истина, это слово Божие, это заповедь нашего Господа, она не может измениться, да поможет нам Господь стоять в истине, поступать по истине и бороться за истину, пусть Бог благословит нас, аминь. Помолимся, братья и сестры. Аминь.